Итак, всем здравствуйте. Всем здравствуйте, кто присоединялся, всем, кто еще присоединится. Здравствуйте, все, кто будет смотреть это в записи. Записи у нас всегда выкладываются и, собственно говоря, доступны. Так вот, чего? Сегодня мы разговариваем в прямом эфире NLP TV. Мы разговариваем про стройность и NLP. С синонимом легкая стройность и NLP. Ну, как это? Мы в NLP любим, чтобы все происходило как можно проще. Как можно проще, как можно эффективнее, как можно легче. С приложением не то, чтобы минимального количества ресурсов, не то, чтобы вообще ничего не делать. А с приложением адекватно минимального количества сил. То есть, пользуясь замечательной, наверное, идеей старого советского мультика, да? Лучший день потерять, потом за пять минут долететь. Да, мы, может быть, какое-то время можем долго разбираться с определенными паттернами, с определенными штуками, которые там у нас лежат в голове, да, и нам, может быть, мешаются. Но делать это исключительно с тем, чтобы потом вот раз и все, и дальше мы живем по-новому. Собственно, именно поэтому, именно поэтому естественная стройность. Именно поэтому легкая стройность, именно поэтому и НЛП. Для нас имеют значение вот те самые автоматические новые реакции. Для того, чтобы вы в какой-то момент обратили внимание на свои привычные стратегии, там, поведение, питание, отношение к своему телу. Это все пересмотреть, перезаписать, да, выявить вот эти самые новые эффективные форматы, строить их, и они будут работать совершенно естественным образом, таким, ну, фактически вы не будете осознанно, сознательно каждый раз себя пинать. Да, нужно по-другому питаться. Хорошо, просто начинаем по-другому питаться. Ну, собственно говоря, это мы и подходим уже к тем самым необходимым вещам в деле создания себе красивого тела. Давайте для начала, наверное, стандартный, стандартный пикол от действительно очень многих идей и целеполаганий. Мы как-то его однажды упоминали уже. Мы очень любим эту шутку про бег. Ну, на самом деле, шутка про стройность, она точно та самая, что и шутка про бег. Вы знаете, когда мы искали картинки для того, чтобы сделать рекламу в интернете для этого подкаста, для этого эфира, NLPTV, очень сложно найти, скажем так, давайте отличные от идеала тела. Не, идеал — это здорово. То есть, когда там в интернете набираешь встроенное тело, там очень красиво, там прям, ну, конечно, красиво, да, то есть там вылеплено, и если ты понимаешь, что, да, человек в это тело там вложил много времени, много сил, там, давайте, чтобы было понятно, да, там всякие кубики, рельеф, мышцы, они там требуют еще и сильного обезжиривания тела. Часто это, наверное, чуть ли не только к тренировкам, чуть ли не только к показам делается, потому что... И вот в этот момент как раз-таки мы снова можем вспомнить об идеях здоровья, да, а есть ли там здоровье, когда тренировкам уделяется, например, большая часть свободного времени, да, или, может быть, вообще это какой-то такой рабочий процесс, когда человек просто живет в этом тренажерном зале. Вот, поэтому, конечно же, мы будем обращать внимание на гармонию, да, на естественность, на красоту и здоровье, по-моему. Да, и тут действительно важным является, собственно, чего, да, если вы мистер и миссис Олимпия, если в этом заключается ваша работа, вне всякого сомнения, вы так и будете делать. Если ваша работа заключается в чем-то другом, и вам красивое тело нужно по большому счету там для себя, да, то, скорее всего, у вас, наверное, будут немножечко другие, немножечко другие допуски, немножечко другие идеи, при этом совершенно обязательно, как бы то ни было, но оно должно быть. Идея целеполагания, идея хорошо сформулированного результата требует от нас, от вас, от всех, чтобы наш мозг знал и видел, каким мы хотим быть, чтобы наше подсознание могло вот этот образ в голове держать, могло к нему стремиться, и могло все тоуты, все стратегии, которые у нас есть по поводу веса, физкультуры, активности и чего-то еще, чтобы все эти тоуты могли поддерживаться естественным образом. Для этого нужен образ тела, образ своего тела, своего идеала, если угодно, своего желаемого тела. А об этом зачастую мало кто думает. Есть какая-то абстрактная вера, что вот мне нужно, например, похудеть, чаще всего с этой проблемой приходят девушки, очень редко молодые люди, они, наверное, об этом думают, но как-то особо не выносят это в работу. Девчонки, мальчики и так красивые. Да, точно. Они вот для себя и так красивые, они начинают странить, худеть, когда не для себя. А это очень мощная мотивация, как бы, да, девчонки, вот так. Вот. Так что, конечно же, вот идеи похудеть, они вот такие вот, да, надо, и у них что делают? Вешивают на холодильник какую-нибудь безобразную жирную картинку. Да? Мотивируя себя от. Мотивируя себя от, да. Да, но если мы помним наш все, да, первый пункт, чего вы хотите, к чему вы хотите прийти, эмоция, каждый раз, смотря на эту картинку, может быть, наверное, где-то в глубине там своей души немножко недоумевает. Ничего себе цель, да? Ну ладно. И он находит сразу же 10 тысяч причин, почему на этот образ можно глаза сейчас закрыть, а холодильник открыть, тем более, если это ночь, и там есть свет. Открываешь, картинка уплывает, и как-то легче становится спокойно, заодно слушать булочку, вообще нормально. Да, это на самом деле кажется таким смешным, но по большому счёту, с точки зрения функционирования нашего мозга, для него вижу картинку, это вижу картинку, вижу цель. Вот, вы, пожалуйста, задумайтесь над этим, да? И когда вы видите то, что вам не нравится, да, вы идёте по улице или смотрите какие-то фильмы, или там где-то вы находитесь, и в поле вашего внимания попадает человек, не соответствующий вашим критериям внешности, да, то вы это видите очень ярко. Вот в первую очередь у вас там где-то, может быть, явно фу выражается, может быть, где-то там вы так, мы слишком мелькнуло, фу, но опять же, что в фокусе вашего внимания находится в этот момент. Вот те самые вещи, которые вам не нравятся, то, чего вы хотите избежать. Но подумайте, наконец, о том, что должно быть вместо этого. Вот идея формирования образа желаемого, она вообще ключевая. С этого должна начинаться любая работа, в том числе и по формированию своего тела. При этом очень интересный такой момент, что вот эта идея, она не озвучиваемо, да, не явным образом она, например, присутствует и используется в деле набора мышечной массы, но совершенно не присутствует в деле, собственно, сброса вот этого самого там лишнего жирка и чего-то еще, да, потому что когда вот люди идут в стенажерный зал за Марсой, им прям говорят, и многие, многие тренеры, многие там профессиональные билдеры и такие непрофессиональные качки, они говорят, обязательно, когда там качнутся как следует, надо постоять, понапрягать мышцы перед зеркалом. То есть тут совершенно понятно, если ты полчаса оттягивал железо, у тебя мышцы там слегка вспухли, потому что они там на это, ну, наработали, там чистая практически биология, плюс ты их чуть-чуть напряг, и ты подходишь, есть такой накаченный зеркал, о, я качок, я крутой. Соответственно, этот образ в голове фиксируется. И образ в голове фиксируется. Что там у нас, поправляюсь, даже тогда, когда мне снится, что я ем вкусняшки, Ольга. Ольга, я вас поздравляю, ваш мозг, он просто монстр, это круто. Осталось теперь только с ним договориться о других вариантах, да, например, наоборот. Вот вы едите вкусняшки во сне, а мозг телу дает команду сбросить вес. Ну, так же можно? Да, вот, это как раз вопрос, да. Мы чуть попозже к этому вопросу подойдем, да, на тему коррекции, коррекции вот этих вот самых привычек, в том числе пищевых, да, в том числе, ну, и по всему и сновиденными, и сновиденными тоже. Ну, это круто. Но обязательно, Ольга, вот обязательно нам об этом напомните, когда мы в Киеве будем моделирование проводить, мы обязательно, наверное, возьмем вас в качестве модели, мы смоделируем этот замечательный навык, мы его будем продавать качкам, чтобы ночью снилась тренажерка и мысли росли. И это будет прям огонь. Да, мы сделаем супер-тренинг. Вот. Итак, нам нужен образ себя. Да, и здесь, вот, опять же, если по поводу набора веса, да, тут понятно, там, качнулся, чуть-чуть мышцы вспухли, ты это фиксируешь, ты качок, ты молодец. Да. И растешь. И вот здесь важный момент, да, и вот здесь важный момент, что когда качок качнул мышцы, и у него там все, где надо, вспухло, да, за счет кровообращения, за счет напряжения, это все здорово, но вот тот самый люфт, да, от того, что было и стало, когда он увидит себя в зеркале после тренировки, составляет очень маленький процент. Ну, я не знаю, сколько, может быть, два, три, да? Вот, Андрей, как говоришь? Ну, типа того. Ну, вообще, совсем чуть-чуть, но этого достаточно. Ну, постепенно на это растет. Да. Вот, как раз-таки, вот, изменения на такой малый процент для нашей психики абсолютно нормально. А экология его пропускает очень легко. Ну, да, что там, по чуть-чуть, да, нормально, все, хорошо. И каждый раз вот этот прирост, он дает эффект через какое-то время, да, и буквально там через месяц, полтора-два, это уже не два-три процента, а уже 10-15 процентов. Вот, эти вещи нужно иметь в виду в тот момент, когда вы ставите себе задачу на похудеть, да, потому что зачастую, общаясь, опять же, с женщинами, которые хотят похудеть, и когда мы работаем с ними, они начинают, вот, я представляю себе, у меня такие объемы, и там хоба на три размера меньше они себя представляют. Это, конечно, круто. Вот, но хорошо бы вот эту картинку иметь где-то отдаленно. А с точки зрения организма, да... С точки зрения организма, если с вас сразу слетело 20 килограмм, это явно что-то нездоровое, это болезнь какая-то суровая, еще что-то. Поэтому есть маленький лайфхар, который вот эту же идею, да, Качковскую, в обратную сторону разворачивает. Какое-то время, понаблюдайте, пожалуйста, в течение дня за своим весом. Ну, все равно в течение дня меняется. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, там, где-то чуть вспухли, где-то чуть-чуть там ослабли. Ну, так, по предположениям, да, если после девяти не есть, если после шести не есть, то, наверное, тогда за ночь человек там, ну, наверное, как соберется, да, наверное, все равно будет весить меньше и будет подсобраннее, чем если сразу после застолья идти, свешиваться и смотреть. Поэтому вот это для себя заметьте, да, то есть когда у вас там, когда вы по одежде, например, или почему-то еще, или вот по весам, по утренним каким-то штукам, отметьте для себя вот те элементы внутри дня, внутри недели, в которые вы реально вот, ну, находитесь на нижней границе. На нижней границе, ну, вашей текущей нормы. Да, вы занимаетесь, да, вы, скорее всего, там, ну, чуть похоже об этом, да, может быть, у вас и спорт, может быть, у вас там и диета, может быть, еще что-то. Да, постепенно это все сдвигается. Но вы ловите вот эти нижние пики, и вы в них прям начинаете себя отслеживать, любить, прям смотреть, фотографируйтесь. Радоваться именно вот этим нижним пикам. То есть там, не знаю, некоторые, например, делают голодание там по понедельникам, по вторникам, по средам, то есть один день на воде, например, целиком, да. Соответственно, после этого дня, скорее всего, вот человек немножечко сжимается. Вот, после этого дня, вот это я такой. То есть фиксируем, помогаем своему мозгу, помогаем своему мозгу фиксировать вот эти вот самые состояния, наилучшие из сейчас. И точно так же, как у Пачков, вот эти вот 2% постоянно будут двигать вперед, и вас это же будет двигать постоянно вперед. То есть это будет то самое, очень экологичное, очень мягкое корректировка вот той самой я-концепции относительно веса, относительно стройности. То есть фиксируете вот это. Да, обращайте внимание даже на малейшие изменения в ту сторону, в которую вы движетесь. Вот Мария нам написала про стройность и лингвистика, да. Вы правы, с одной стороны, лингвистика и смысловые значения для нас важны, но если вы это воспринимаете как реальность, если для вас это правда, это входит в структуру вашей веры, ваше убеждение, то да, конечно же, вы когда работаете с этой темой, всегда используете слово стройность, потому что конкретно для вас это действительно имеет большое значение. Но если для человека использование слова не влечет за собой ассоциативные смыслы, соответственно, их там и нет. Он спокойно этим словом пользуется, включая туда те смыслы, которые важны для него. Вот, поэтому, если не искать, да, какие-то однокоренные слова, и человек не будет на этом акцентировать свое внимание, у него вот эта штука включаться не будет. Поэтому вы не переживайте, если для вас какой-то термин значение имеет, и вы на него эмоционально как-то реагируете, да, а что-то вам нравится больше, что-то меньше, выбирайте ту формулировку, которая вам подходит больше. И когда вы сейчас, Мария, нас слушаете, и мы используем слово, которое вас немножко цепляет, вы себе мысленно там его перефразируете на стройность, и все будет в порядке, да. То есть такое может быть, но это вот индивидуальные вещи. И это, ну, как бы вторая сторона, наверное, вот той же самой идеи образа себя. То есть если у вас в голове есть сенсорика, сенсорика в виде веса, формы, то есть внутренних ощущений, то эта сенсорика, она вообще находится за пределами слов, она находится до слов. И по большому счету, если эта сенсорика есть, то вам очень сильно не важно, как называется процесс, который это достигает. То есть, да, там может быть мозг где-то что-то еще, но просто если есть сенсорика, то подсознание, в общем-то, без разницы, что там на уровне слов об этом говорится. Хоть тумбочкой назови, главное, чтобы результат был. Вот это язык всей. Сенсорика, сенсорика была. Да, чтобы там было что-то конкретное и понятное. И есть. Вот. Второй момент, связанный с этим непосредственно, связанный с образом себя. И тоже, если мы подходим к образу себя уже сознательно, если мы уже выстраиваем то тело, которое мы хотим, если мы там, давайте находим, например, фотографии, да, промежуточных людей, через которых мы будем идти, да, хоть в сторону стройности, хоть в сторону, наоборот, там, накачивания, это не важно. Картинки, да, эволюция человека от обезьян, от обезьян к человеку. От сейчас, потому что я хочу, да. Вот, да, если найти, или даже если вы обладаете талантом или навыками художника, да, нарисовать, там, я сейчас, и, так, плюс 5-10 процентов, чуть-чуть до идеала. Если у вас есть, да, действительно, если у вас знакомый в фотошопе, кстати, это вот наполовину шутка, наполовину нормально. Если есть знакомый, который владеет фотошопом, там, ну, не так, как я, например, а нормально, да, то вы можете свою фотографию ему дать, скажи, а можешь там мне, ну, постепенно ее сделать, несколько фоток на снижение. И тогда вы сможете прямо к этому двигаться. И это тоже очень хорошо. Да, но только вот на самую идеальную вы просто смотрите не сразу, да, вот начинайте с того, что сейчас ближе к телу, и постепенно, постепенно тело будет догонять, и как только вы замечаете, что параметры близки, и доставайте следующую фотографию. Замечаете, что параметры близки, и берете следующую фотографию. Фактически, да, это эффект карты желаний, но очень такой продуманный, осознанный, да, спланированный, и, кстати, учитывающий экологию внутреннюю. Это очень важно. Здесь, кстати, да, тоже важным моментом, вот, Валентина, здравствуйте. Да. Важным моментом вы, наверное, не стесняетесь, или не бойтесь, или не еще чего-нибудь. Консультироваться с врачами и диетологами. Потому что, на самом деле, есть, вот, есть с точки зрения конкретной биологии, есть нормальные скорости, с которыми можно вес набирать или сбрасывать. Вот, выход за их рамки, это какие-то такие штуки, которые, наверное, не стоит делать. Вот, и поэтому, есть прям, есть прям совсем-совсем нормальные, как сказать-то, есть нормальная скорость. Нормальная скорость, с которой может уходить вес. И вес, и размер. Вот, если человек предпринимает активные, ну, при этом экологичные мероприятия по... Я не помню. В районе, по-моему, 5 килограмм, то ли в неделю, то ли в 2, в 2, по-моему, по-моему, если есть специалисты, диетологи, вы нам подсказывайте, пожалуйста, в чате, да, это будет полезно в том числе тем, кто смотрит, кто будет смотреть. Вот, Валентина говорит, что именно так она наращивала мышцы в тренажерном зале. Да, это вот работающая технология, и действительно, она отлично работает при наращивании массы. Вот, просто те, кому нужно включить там стройность, они почему-то этим не пользуются. Им об этом не говорят. Уж я не знаю, почему, у меня есть знакомые, которые занимаются, условно говоря, диетологией, работой с весом и так далее, но я ни разу от них не слышала, чтобы они каким-то образом даже намекали своим клиентам об этом. Многие, может быть, могут не знать просто, да. Но мы-то знаем, мы же вам говорим, да, о том, что надо ставить самый ХСР, надо ставить ту самую цель, надо понимать те самые формы, к которым мы идем. При этом, если мы это понимаем, если мы этим пользуемся, то возникает еще один, второй интересный слой относительно этого всего. Экология, которую можно назвать, например, вторичной. То есть, дело, что есть экология чисто, чисто биологическая, то есть, там, скорость, которая стоит, не стоит, не стоит, сбрасывать вес, но есть еще экология, экология окружения. И это тоже очень важный, очень важный фактор. Некоторые люди, вот те, которые, например, несознательно начинают заниматься вот этим самым построенением, то есть, в принципе, вот как идея есть, что я хочу построенеть, но вместе с тем, там где-то в голове, на уровне неосознанно сразу включается мыслишка на тему того, что это мне весь гардероб менять. Затраты. Разно. Ну, то есть, понятно, если там сейчас, если сейчас, прям раз-раз-раз, очень быстренько такой, оп, такой стройняшка и голый, голый после там пояса не нашел, куда-то еще. Не то, чтобы это страшно, не то, чтобы это неразрешимая задача, но просто, если вы не подходите сознательно, если вы понимаете, что окей, да, хорошо, поменяю, я к этому готов, я знаю, что. Вот если вы так делаете, все, супер, тогда, значит, вы можете, вы можете прекрасно, вы можете прекрасно с этим справляться, вы можете просто мозг свой успокоить, сказать, что, понятно, я знаю, поэтому я готов, вот там у меня выделены ресурсы, то есть, не проблема, то есть, здесь все в порядке, здесь все прекрасно. Подсознание, которое умеет выполнять задачу, но не умеет творчески ставить ее, то есть, вы ему ставите задачу, я хочу вот так, оно сразу, раз-раз-раз-раз, там, типа, упал, там, одежда кончится, еще хочется, и она, как бы, вам там, типа, начальника, что с этим делать-то будет? Если начальник ее не слышит, она, значит, начинает там, это, бегать с флагом, революционный, что-то еще такое делать. В общем, начальника, когда ты додумаешься, мы тогда похудеем, а пока ты там не решил вопрос с гардеробом, да, что будешь делать, мы, в общем-то, будем держать вес, Будет стачка. Это логично, это логично, да. Внутренние шахтеры, сирен, на рельсы, в общем, мне не позволяют. Поэтому мы это достаем, хорошо, нет, к этому я готов, это будет решено так-то, так-то, так-то. И тогда вот этот самый мозг говорит, окей, как бы начальник сказал, я буду делать. Опять же, это тоже момент, который мы всегда разбираем, когда работаем с любой целью, да, что ты будешь делать, когда твоя цель будет достигнута, ты как жить тогда будешь? Если вы об этом подумали заранее, то все нормально, никаких препятствий, вот она, учтенная внутренняя экология, да. И иногда окружающие люди тоже в этом месте начинают иметь значение. То есть один из самых, наверное, один из самых, наверное, ярких и частых примеров, это девушки, девушки, находящиеся в устойчивых, стабильных отношениях, ну, там, замужем, или просто вот такие серьезные отношения. Когда собираются заняться возвращением себе стройности, да, часто и мы сталкиваемся и в консультировании, с этим обращаются, говорят, ну, а как, вот я сейчас опять стану там красивой, это сейчас вот там мужики начнут опять там приставать, на кеми внимание оказывать, а я как бы... Да, муж будет тренировать, устраивать сцену, да. Да, муж сцены устраивает, вообще там осложнится жизнь, там, на работе жизнь осложнится. Ну, нет, я делал, я делал, я так как-нибудь, то есть как здесь. Да, и это встречается тоже достаточно часто, когда начинаешь задавать вопросы, а как изменится твоя жизнь, да, девушки начинают задумываться и вдруг понимают, говорят, боже, да что за ерунда, ну, это же реальная ерунда какая-то, я из-за этого не могу сбросить весь, но это кажется нелогичным, кажется каким-то странным явлением, тем не менее, это то, что тормозит. Их проработка новых форм поведения, да, научение, там, другой коммуникации, научение, самопозиционирование себя, вот, при другом внешнем виде, решает проблему снижения веса очень быстро. Вытаскивание всевозможных, вот этих из головы идей, как мама, как папа, как дедушка, там, у меня в семье все вот такие были, то есть, а там, ну, как бы, взрослый человек должен быть нормальным, человек как этот, да, или там, и там, опять же, все вот эти вот лингвистические идеи, большой человек, да, солидный мужчина. А, есть еще такая версия, что толстые люди, это добрые люди, а худые, злые, да, это тоже устойчивое убеждение, оно вполне себе живет, процветает в нашем социуме, в нашей культуре, и то, что мы об этом не думаем, это не значит, что оно на нас не влияет, как раз таки именно оно и влияет, если вы ставите себе цель, и не достигаете, есть смысл начать проверять, да, что там еще есть. И самый простой вопрос здесь, просто берите листочек бумажки, озаглавьте его вопросом, что плохого в том, что я постройнею, да, что плохого в том, что я вот там вот это, вот это, вот это. И просто пишите все, что приходит в голову, там, можете даже использовать, там, трансовое автоматическое письмо, да, лишь бы, лишь бы вытащить из подсознания то, что там есть. Пишите 30 пунктов, это простой вообще вариант, пишите 30 пунктов, скорее всего, вы их достанете легко. И пишите после этого еще 30. Вот как раз таки там у вас в какой-то момент возникнет завис. И после зависа начнется самое интересное. Вот после этого отключайте вообще всю критику, да, если вам пришла в голову мысль, а вы решили, да что ее писать, это там что-то вообще не из этой темы, вот как раз таки именно в этом случае записать нужно обязательно. Весь анализ будет потом. Сначала просто пишите. Поток сознания, никакой критики, разбираться потом. В чем пишите, как будто бы это даже не про вас. Просто в принципе любые абстракции, любые опасения, которые приходят в голову, даже которые, казалось бы, не имеют отношения ни к вам, ни к реальности вообще, все равно пишите. Потому что голова предмет темный, там плотность вещества в нем высокая. Там может быть все что угодно. Знаете ли, там где-нибудь в 11 классе, или в 11 лет, человек мог там просто под влиянием, там вот эти просто сошлись, там сошлись даже, там не звезды, а там, не знаю, внешние, внутренние, еще что-то, на кино какой-то наложилось, и фраза в мозг включилась. То есть фраза, к чему там вообще относилась, она вполне могла. Пока она там лежит, она будет на вас действовать. Когда вы ее вытащили, сказать, все, это не надо, мозг, окей, не надо, не надо, нет вопросов, все прекрасно. То есть вот эти, эти вещи, конечно, надо проверять однозначно. Часть, часть из них, как мы говорим, часть из них понятна, потому что гардерол, там, ревность, что-то еще, отношения других людей, зависть, в конце концов, я не хочу вызывать зависть других людей. И это тоже является вполне себе нормальным. То есть если там все на работе, там, с пузиками, там, таких нормальных размеров, а тут я вас такой построил, красавчик, вообще, ничего, как на меня будут смотреть, да, или как женщины и остальные в бухгалтерии, например, да, живут со святой, например, с идеальной. Да, реально живут со святой. Это же действительно, не просто абстрактные примеры, и даже если не брать там рабочий контекст, да, подруги живут со святой, потому что все сидят на диетах, вот, а тебе удалось, это как так, вот, и, конечно же, вам будут подсовывать печеньки, вас будут кормить пирожными, будут вообще включать тяжелую артиллерию, и здесь как раз-таки вопрос удержания своей СССР. Есть такая, есть такая старая, старая аэкдота, старая шутка, которая имеет непосредственное отношение к реальности. Каким образом, ну, знаете, она к ЕГЭ, я так понимаю, тоже примерно имеет отношение, но звучала эта шутка так. Каким образом, выпить алкоголя на халяву? Нужно сказать в компании своих друзей, что вы бросили пить. И тогда смысл жизни всех друзей следуется к тому, чтобы сегодня вас напоить. Ну, собственно, с едой, я предполагаю, то же самое, потому что у нас, опять же, плавненько мы идем дальше, к следующим темам. Если вы говорите о том, что вы занялись там вопросами веса, снижение его, постранение, похудение, не важно, как вы это называете, как только вы об этом говорите, в голове большинства людей начинают возникать идеи жесточайших, суровых диет. Это значит, что вы все там, во всем себя ограничиваете, с утра до вечера, бегаете на одной там, черной пулочке, с левой. Больше всего начнет страдать ваша мама или бабушка. Ни в коем случае при бабушке нельзя так говорить, потому что это просто... В данном случае, чем меньше знают, тем им спокойнее, дай бог. А вот Ольга пишет, что у знакомых было убеждение, что худые люди, это больные, то есть они потому худые, потому что болеют. Ну, прикольное убеждение, причем, скорее всего, воспринятое из детства. Из детства, из семьи, если там ребенок болеет, ничего не ест, и мама начинает там охать и ахать, говорит, я совсем оттащал мой ребенок, совсем бедненький, исхудал, это потому что болел. Конечно, как ребенку такое убеждение и проигнорировать? Это просто фактически невозможно. Вопрос теперь только в том, что хочет ли она его поменять. Если ее все саму в ее жизни и ее вес там внешний вид устраивает, ну и хорошо, что там с другими, это не столь важно. А если она при этом с других переживает, это уже интересно. Ну что ж, с образом себя и с образом жизни относительно нового веса, новой стройности и более-менее разобрались. Самое главное, это чтобы мозг точно знал, к чему вы идете, и самое главное, осознанно проработать все вот эти вот возможные вторичные выгоды, запреты и сложности, которые могут вокруг этого возникнуть. И тогда, тогда, в общем-то, все нормально. Тогда как бы все прекрасно и очень может быть, очень может быть даже, что это, только это уже может подвигнуть организм на движение. Ну, возможно, оно будет не таким быстрым, как хочется. Потому что обязательно, как бы то ни было, если мы движемся по пути и стройности, уж чего-чего, питание, наверное, корректировать немножечко нужно будет все равно. И вот здесь вот самое, самое, наверное, интересное, самое главное. Вот мы повторим опять вот эту самую нашу рекомендацию, которую мы уже дали. Консультируйтесь с нормальными, с хорошими, правильными диетологами. То есть очень много диет существует там всяких разных. Очень много существует мифов на тему, а мне помогла помидорная диета, а мне не помогла, а мне только огуртовая помогла. Ну, в общем, всякие такие кремлевские, питерские, казанские, уральские диеты, казарские диеты, неважно. Надо понимать, что все-таки есть в любви немножечко и разница в перехимии, немножечко там разница в конституции, есть и разница в образе жизни. И по большому счету при общении с теми самыми правильными диетологами, обещанные нами эти три важных элемента по питанию, они как раз очень простые. Не надо ничего изобретать сверху, не надо себя чем-то таким адским напить, так что прям все, я с завтрашнего дня ничего не ем, я же не ею. Не так все, все выглядит не так. Три простейших правила, три самых главных правила относительно того, что с питанием поделать. Правило номер один, пейки воду. В принципе, в течение дня, в течение дня там раз в час, раз в полтора, ну просто, то есть тоже не, давайте, не надо загонять себя в идеи каждый час, по часам, надо воду пить, иначе там нет, пью надо просто пить там побольше. Есть какие-то тоже цифры, там сколько воды на килограмм веса, можно на них ориентироваться. Но, опять же, не превращайте это ни в какой там сильный подвиг. Любые, любые вот такие вот ограничения себя и перестройки, они должны быть опять же экологично отписаны в вашу жизнь, иначе ваш организм все нафиг просаботирует. Да, это действительно так. Чего-чего, чего-чего там, не заметить, забыть там, заиграться, что-то еще, и там на автомате булку схватить, проходя мимо, да, это, это ваш организм только здрасте, только на ура, поэтому экологичненько. Получается пить воду, там вот, ну, в точности по рекомендации, ну, прекрасно, получается чуть-чуть более хаотично, не нормально, лучше чем. Да, в некоторых случаях есть смысл просто создать себе такие условия, чтобы вы вспоминали, но вспоминали не по часам, и напоминание в телефоне вам пикало, да, поставьте, например, бутылочки маленькие, там, с водой, у себя в разных комнатах, ну, где вы обычно бываете, там, на своем рабочем месте, там, кресло ваше любимое, там, на кухне, и ваш взгляд будет просто падать, вы будете вспоминать, и это не будет значить, что вы обязательно можно выпить, вы в этот момент сможете прислушиваться к себе, да, можете действительно хочу пить, просто я не привык на это обращать внимание, ну, там, сделали несколько глотков, да, там, до следующего раза, и это не будет выглядеть, как, там, приказ своему организму, и это будет очень мягко происходить. Продумайте, фактически речь идет о том, чтобы вы продумали и создали себе экологичную привычку пить воду. Вода стоит там, 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 вы знаете, прохожу здесь, попью, прохожу здесь, попью, прохожу здесь, попью. Это не значит, что вы там каждый раз, ну, там плюс-минус время. Раз-раз-раз-встыковка, несколько контрольных точек, в которые пьется вода. Перед едой, перед едой выпить там немножко воды и только минут через там 10-15 начать есть, ну, тоже хорошо. Причем это, причем это достаточно легко. Даже если вы находитесь дома, да, пожалуйста, выпили воды, там, ну, пошли себе накладывать, а пока наложили, сервировали, вот уже и время прошло. Если вы там в кафе обедаете с кем-то, да, все, все заказали, включая воду, вот и попили, 10 минут на светскую беседу, потом начинаем кушать. Нормально, все, все очень легко, все очень просто. То есть воспринимайте это изначально как, ну, некую игру, да, расслабленную. Все должно быть очень легко, гармонично, и именно это запустит новую привычку очень быстро. В какой-то момент вы обратите внимание, что вы начинаете слышать потребность организма в воде. Ну, соответственно, с этим проще. Захотел пить, попил. Второе, второе важное и тоже простое, это то, что называется вставать из-за стола немножко голодно. То есть уметь, уметь есть, но фактически по потребностям организма. То есть, давайте, чуть-чуть меньше, чем надо. Просто, просто спокойно. Действительно, вот, чуть-чуть насытились, да, на 70% было, на 80% как. Все, заканчиваем на этом. И вот здесь интересным моментом является, как-то здесь начнут проявляться пищевые привычки. Мы чуть позже прямо подробнее об этом, но пищевые привычки на тему того, что, а можно ли оставлять еду в тарелке? Ну, поэтому, мы, может быть, какие-то сейчас очень банальные вещи говорим, но для кого-то может быть банально, для кого-то нет. Потому что, для кого-то, например, есть идея, что нельзя оставлять еду в тарелке. Мама с детства закрещала, да? Закрещала, да. Если человек попал, если человек унужден питаться, например, в месте, где там, прям, реально хороший порт. Знаете, человек приходит в какое-нибудь такое кафе, ну, не знаю, место работы поменял, да, и возле офиса другое кафе, к которому он не привык раньше. Вот он уходит, да, на обед. А у него в голове две мысли, да? Правильный обед это первое и второе, и нельзя оставлять еду в тарелке. А там порции вот такие, да? Там вот такое кафе для людей, которые, там, забегают туда по-серьезной работе, не по-офисной, а там, строители, там, еще там кто-то. Такие, кому реально нужны такие порции? И вот если человек приходит, он не может не взять сучку или не взять второе, потому что в голове мысли надо первое, второе. Если он их взял, он их не может не доесть. Каждый раз он просто объедается. Почему? Вопрос. Очень простой вопрос. Потому что в голове вот написаны две фразы, вот это и вот это. Все. Он их, если не рефлексирует, если эти фразы не вытаскивает, если не понимает, что с этим надо делать, что-то, так и будет, человек будет объедаться. Если какая-то еда не считается за еду. Печеньки, конфетки, яблочки не считаются обычно за еду. Но это тоже еда. Это тоже дает энергию, это тоже дает углеводы. Если там орехи, то белок растительный, там жиры. Это тоже еда. Вопрос в том, что опять же в детстве, когда ребенок там подходит к столу и берет печеньку, конфетку или яблочко, мама говорит, это не еда, положи, сейчас будем кушать. Кто бы вернул обратно на стол? Это, конечно, все равно стрескивается, но при этом мама говорит, так, это вот была у тебя не еда, давай садись нормально покушать. И таким образом комформируется. И чтобы все кушал. Да, нельзя оставлять на тарелке, да, и все надо есть с хлебом обязательно. И тогда получается два списка в голове. Еда и не еда. И зачастую человек в течение рабочего дня, да, особенно в офисе, не еду съедает в таких неимоверных количествах. Но при этом еду никто не отменял, обед и ужин в полном формате. Потому что целый день чего не еда. Когда вот проводим тренинги такие, ну, обычные, обычные оффлайн тренинги, живые тренинги, когда целый день люди занимаются активной мозговой деятельностью, мы прекрасно знаем, что вот эти самые казалось бы бессмысленные малюсенькие печенечки с сахаром, они прекрасно восполняют силу, прекрасно восполняют энергию. Да, что-то съесть, что-то похудеть, спрашивает Ольга, да, ключевой вопрос, да, вопрос не что-то, вопрос сколько, есть такая идея, она вот не вполне правильная, да, хочешь кушать, кушай яблочко, не хочешь яблочко, не хочешь кушать. Ну, вот здесь первый, первый пазык, наверное, на еду стоит заменять как раз водой, полстаканчика воды. Если после этого не отпустила, все-таки хочется кушать, ну, да, окей, давайте покушаем. Ну, помним, все-таки нужно из стола немножечко голодным вставать. Давайте понимать такие вещи, в наше время, да, если все-таки мы занимаемся в большей степени интеллектуальным трудом, там, бумагами, там, там, общение, да, у нас нет серьезной физической нагрузки, и большую часть времени мы проводим сидя в кресле, да, там, на стуле в офисе, не нужны такие безумные калории организму, да, вот я не хотела говорить слово калории, да, но действительно мы просто столько не способны потратить, нам некуда потратить. Соответственно, уменьшение порции будет не то, чтобы мы себя будем в проголодь держать, а там в два раза меньше достаточно для того, чтобы выполнять всю ту самую работу, при этом чувствовать себя гораздо легче, а не спать после обеда, потому что переел слегка. есть еще полушутливый лайфхак. Если не получается себя ограничивать в порциях, переходите на то, что называется здоровая эко-фитнес, супер-пупер-еда. Там, где, например, полкилограмма какой-нибудь кашки экологической может стоить 300-400-500 рублей. Если это мало 500 рублей, найдите за полторы, я думаю, легко вам продадут за полторы, или даже за две, или даже за три, в общем, если что, к нам обращайтесь, мы найдем. При таких, например, ценах, вы совершенно точно будете себя ограничивать в еде. То есть, если не получается ограничивать напрямую подниматься вот самую лучшую поднимацию. Неадекватно. Конечно. Давайте действительно, как бы шутки шутками, но можно действительно сменить место, то есть, сменить то самое кафе, в котором вы обедаете, это тоже может быть вполне себе нормальным решением. Например, на кафе, где портки поменьше. Но, с другой стороны, вот по опыту, да, мы много ездим, и действительно нам приходится питаться в разных кафе, да, там где-то в гостинице, где-то в кафе, особенно в процессе интенсива, формата интенсива. Уже стало понятно, что даже при огромных энергозатратах, и мы всегда говорим о том, что должно быть трёхразовое питание, потому что мозг съедает энергию всю, да, когда у людей идет опучение. Вот, даже в этом случае мы замечали, что люди заказывают полпорции, потому что в некоторых кафе, вот такого домашнего типа, действительно, они такие огромные, что одной порции можно там есть, я не знаю, роту солдат, Вот, поэтому вот это понимание и внимательность к себе, она позволяет как раз-таки понять, сколько вам нужно, и если формат кафе позволяет заказать половину, то не нужно отказываться от любимой еды, просто закажите ей столько, сколько вам будет достаточно. И ещё один тоже, ещё один момент, ещё один, такой же, опять же, лайфхарда, на который мы натолкнулись, который мы увидели, то, что называется, если сейчас правильно вспомню, традиция маленькой еды, кажется. Это вот в ресторанах дальневосточной, корейской кухне, некоторых китайских это принято, когда, например, приносят много маленьких каких-то штучек, то есть, там, 4-4 маленьких штучки с салатиками, ещё что-то, ещё что-то. Это очень интересная штука, если вот, если возможно, вот это следует тоже использовать, потому что это даёт, это даёт дополнительные эмоции от еды, потому что разнообразие, это попробуй, это попробуй, это попробуй, при этом, суммарно, этого не очень-то много, как раз нормально, потому что, если садишься за стол, хочется всё попробовать, а как-то не можешь съесть меньше тарелки, ну, получается, или так, или так, или переел, или вот, недополучил эмоции, да, поэтому уметь, уметь управлять своими, вот, тем самым, размером порции, да, вот, и содержанием её тоже, и вот это то самое, как раз, третье важное, давайте мы её проэкламируем, Анастасия, диетолог, наш друг, и ныне, ныне уже коллега, мопимастер, и тренер вот по вот вот этой, вот по диетологии, по всем вот этим штукам, она очень простую вещь говорит, ну, говорит, что, как правило, пищевые, пищевые вот эти вот дисбалансы, неправильные пищевые привычки касаются весьма ограниченного набора продуктов, фактически она говорит следующее, любому человеку, которому надо сбросить вес, достаточно ограничить себя в каком-то одном конкретном продукте, и она прям очень быстро, очень легко, там, в простейшем общении находит этот самый продукт, вот это снизить в половину, и процесс пойдёт, то есть она и меня так консультировала, и других людей тоже, которые в данной интенсиве, ещё где-то, это у неё прям вот, ну, практически, практически фишка, и вот тут вот, тут мы о чём говорим, мы говорим о том, что еда, как деятельность, очень регулярная, очень постоянная, там, три раза в день, мы едим, ну, ладно, если считать, там, если считать, что завтрак, обед, ужин, это разная еда, да, ну, то всё равно, каждый день, на протяжении, там, многих лет, вот, мы упоминали, кажется, об этом уже, ну, давайте, в любом случае, там, это в статьях, есть у нас на сайте, там, в других подкастах, по поводу бросания курить, когда, когда мы говорим, курение, как привычка, такая глобальная, систематическая, она очень быстро укореняется, очень глубоко укореняется, как автоматизм, и очень много тащит за собой, вот этих самых, вторичных выгод, вторичных, критичных, с едой, ровно, то же самое, если вы к какой-то одной еде привыкли, к какому-то одному стилю питания, если у вас какой-то продукт начал замещать то, что он замещать не должен, то есть, если, например, давайте, все там сахаросодержащее, там, как правило, замещает получение эмоций снаружи, да, как только этот цикл запустился, что там люди начинают кушать там вкусные сладкие булочки, потому что это эмоции, да, как только он запустился, он очень быстро уходит, уходит в зону неосознанного, эмоции, ну, то, что сейчас люди начинают заедать стресс, заедать скуку, заедать печаль, там, не потому, что заедать, а потому, что вот это самое, там конкретная, конкретная биохимия, человек вот это вот делает, и здесь, здесь вот, наверное, то самое место, где, в принципе, можно посмотреть на другие диеты, но из идеи, ну, не из идеи, как бы мне найти там какую-нибудь супердиету, на которой я буду есть и похудею, да, нет, посмотреть на, сравнить свой рацион, привычный, с диетами рекомендуемые, чтобы на вот этом, на этом поводе, на этом, на этом контрасте, увидеть, какой продукт у вас, например, сильно выбивается, либо, например, либо сразу к диетологу обратиться, просто показать ему свой рацион, да, и тот скажет, ну, еще раз, нормальный ед, нормальные медицинские, сенсорные, правильные диетологи, не те, которые там, пичкают мифами какими-то, а странно. Да, это очень важно, поэтому для начала, самое простое, что вы можете сделать, это просто составить список того, что вы едите каждый день, ну, и фактически в течение недели, да, потому что зачастую этот цикл начинает повторяться, повторяться, вы заметите, что есть продукт, который, скорее всего, вы едите не просто каждый день, а несколько раз в день, да, или вот вы привыкли, если какой-то перекус, то именно этот продукт, и вот здесь как раз таки можно на него обратить внимание, и есть его меньше. Вот такой анализ, он вам поможет просто оценить ваш рацион питания, вы можете этот свой рацион увидев, разбавить еще чем-то, добавить туда тех продуктов, которых там нет, но которые были бы с одной стороны полезны, а с другой стороны, вы бы их хотели ввести в рацион, но просто как-то не задумывались, когда мы по привычке что-то делаем, какие-то другие варианты, просто не то, что они плохие, они просто не приходят нам в голову для использования, вот, и этот список вы действительно можете показать грамотному диетологу, который уже, исходя из каких-то конкретных ваших данных, от конкретных ваших наблюдений, за вашим питанием, и вы с этим можете спокойно дальше жить, работать, да? При этом ровно точно так же, как со стаканом воды, так как с питьем воды. Если вы уже вот это самое поняли, чего вам нужно скорректировать в питании, то здесь нужно просто четко, опять же, сносорно понятно прописать, что это будет. То есть, и здесь, да, действительно, важна, важна сносорика, важно понимание, как это будет. То есть, почему, почему, например, сейчас очень, очень, наверное, набирает популярность идея, идея покупки, там, фитнес-еды с собой. То есть, есть фирмы, которые ее готовят, доставляют, в чем идея этих фирм? В том, что они следят за тем, чтобы там было разнообразие. Многие люди, за пределами своего привычного рациона, если им приходится ограничить себя, например, жареные картошечки, которые за них в голове, там каждый день, три раза в день, да? А что тогда я буду есть? А как я буду это готовить? Да что там происходит? Это очень, это очень серьезный вопрос. Да, при этом, поваренные книги, это плохая альтернатива, должна вам сказать, вот, потому что, открываешь, что такое мне приготовить? А там такой рецепт, что для того, чтобы его просто приготовить, нужно объездить ряд магазинов, там, купить, там, чего-то волшебного, а потом еще потратить время на приготовление. Нет, вот как раз таки, это не экологичный вариант. Для людей, которые любят готовить, любят экспериментировать, да, это самое то, но в большинстве своем, если у вас очень стабильный рацион питания, да, вот ваше меню очень стабильно, регулярно, и оно фиксировано, для вас, вот эти экзотические рецепты, пусть они даже состоят из обычных продуктов, но они там сложны по рецептуре, да, там много ингредиентов, могут вызвать внутреннее сопротивление, но есть масса гораздо простых, более простых вариантов, есть альтернативные какие-то варианты приготовления, дополнительные блюда, там еще что-то, и этой информации в интернете тоже очень много, потому что все-таки тема актуальная, популярная, и люди начинают подбирать, вот эти, делать подборки таких рецептов, которые, там, ну полчаса, ну 40 минут, и новое блюдо готово, оно простое, но тем не менее вкусное, питательное. При этом, при этом новые рецепты, даже если они не сложные, даже если они по времени, и по всему остальному, такие же, как ваши привычные рецепты, они тоже будут вызывать у мозга неприятие, почему? Потому что тот рецепт, или та привычка питания, готовки для себя, которая укоренилась вот там, да, оно, ну оно как бы не тратит уже на себя ни внимания, ничего там. Человек на автомате тратит, например, 40 минут времени на приготовление себе привычной еды. Он даже не отслеживает, что эти 40 минут ушли сюда. Он что-то делал параллельно, еще где-то руки сами делали, он там о чем-то думал, вот, нормально. При этом, когда он, например, смотрит на другой рецепт, и там те же самые 40 минут, он это не сопоставляет. То есть пока мы это не рефлексируем, пока мы это не достаем, и он нам кажется, нифига себе, 40 минут, я что-то буду вот это 40 минут, или я привычно свое. Привычно свое, те же самые 40 минут. Привычно свое, это вопрос, вопрос того, что одна стратегия находится на уровне неосознанного знания, и фактически вы ее делаете автоматически, вторая находится на уровне осознанного знания, и вы сейчас тратите на нее ресурсы. Это вопрос просто скорости обучения. Добро пожаловать к любому близкому к вам НЛП практику или НЛП мастеру, который владеет техникой, интеграция частей личности, создание новой части личности, генератора нового поведения, как можно, собственно говоря, себе быстро включать новые привычки. Техника простая, техника элементарная. Мы, по-моему, даже про нее рассказывали в прошлом, в прошлом выпуске НЛП ТВ про моделирование. Вот. Кто не смотрел, найдите на нашем канале, посмотрите. Техника очень простая, техника, которая позволяет действительно очень быстро одну привычку заменять на другую. Главное, чтобы вы для себя увидели, что, о, я вот это, мне не надо, мне надо вот это заменить на вот это, а вот это на вот это, ну и еще на вот это. Все. Вместо одной привычки там две новые, главное, чтобы они просто быстро укоренились и ничего не изменится в вашей жизни. Вот оно и НЛП, да? Да. То есть, ничего не изменится в том смысле, что вы не потратите больше, большего количества ресурсов мозговых, внимания, да? Вы потратите вот тот самый, там, день потерять, да, потом за пять минут инфицировать и все. Это вот тот самый секрет. Секрет того, как сделать так, чтобы стройность была не подвигом, не так, чтобы ой, скоро лето, там, надо срочно, вот, срочно худеть или там, как это, типа, вот сейчас давай, срочно-срочно так переседания, отжимания, срочно пить воды, крутить тренажер, а то самолет через четыре часа на юг, да? Вот. Ничего, скоро, скоро ноябрь, да, открывается сезон, там, где, ближе к экватору, вот. Я думал, в фидеоцентрах открывается сезон. Да, в фидеоцентрах, там, да. Нет, в фидеоцентрах марта сезон. Идея заключается в чём? Давайте немножечко подытожим, да, всё то, о чём мы говорили. То есть, первое, у вас должен быть желаемый образ себя, то есть вид, каким вы, каким, какой вы будете хотеть. Ну, при этом он должен быть, вот, как это, двигаться плавно от текущего состояния, то есть нормально, экологично, так же с шагом. Шагом. Второе, должно быть проработано, вот, то самое, окружающее. То есть, а когда я достигну вот этого желаемого, что в моей жизни изменится, не изменится, готов ли я к этим изменениям? Как я буду реагировать на сопротивление других людей, что я буду отвечать маме? На их зависть, как я буду реагировать, на их злость, на их яд, на их отвращение, на их там, ещё что-то. До фига чего может быть интересно, как я буду реагировать, там, на то же самое, там, внимание, да, как я буду реагировать на, там, ревность жены, типа, что ты себе кубики делаешь, а? Что там у тебя на работе, секретарша новая, или что там? Если на эти вопросы отвечать, всё прекрасно. Прекрасно, это значит, что ваш мозг сопротивляться не будет. Ну, дальше, что, пить воду, третий элемент, вставать из-за стола, чуть-чуть не доев, да, и скорректировать, вот, уделить внимание, один раз, уделить внимание тому, чтобы, вот, знаете, фактически разработанную для себя диету, для себя консультироваться, найти тот самый продукт, который нужно минимизировать, найти ему замену, толковый диетолог, он говорит так, вот ты, ешь много булок, вот поэтому, я вот такой опузен. Говорит, надо булки есть перестать. Говорит, засмотри, буки ешь для того, чтобы, вот это, вот это, вот это. Булка, это, это, это. Поэтому, чтобы это скорректировать, тебе нужно добавить, на завтрак, вот это, а на обед, вот это. Понял? Человек такой понял, а кто мне здесь приготовит, да? Собственно говоря, ну кто приготовит? Ты приготовишь, да просто замени, просто замени вот этих самых привычках питания. Уж чего-чего, традиции питания, привычки питания, действительно вещь такая очень и очень серьезная. И иногда, знаете, можно натолкнуться в интернете на людей, которые начинают периметировать со всякими экстремальными диетами, вегетарианство, там еще что-то, еще что-то. Опять же, нормальные диетологи, они об этом говорят совершенно очевидно, совершенно точно, говорят, да, так можно, но нужно внимательно, нужно считать, нужно учитывать, хотя достаточно сложные диеты. При этом человек, например, который, ну давайте, ел гамбургеры, запивал их пивом, это на обед, например, на ужин 9 часов пельмешки с майонезом наворачивал, да? Ну и на завтрак, там, чего, не знаю, 4 сосиски, там, такие рючки, не знаю, нормально ел, да, что называется. Ну, понятно, что от такой еды, понятное дело, там и лишний вес, там еще что-то. И вот, значит, он где-то прочитал, что типа вот там сыроедение или вегетарианство, либо какая-то супердиета, она вот прям вообще решает все вопросы. Обратите внимание, человек для этого вообще в принципе не заботился о своем питании от слова совсем, то есть ел привычные свои, там, эти булки, булки с мясом, а тут он что начал делать? Тут он взял какую-то совершенно там диету, не факт, что она ему нужна именно в таком виде, но просто на фоне диеты он заботиться начал о количестве, то, что там написано, здесь вот столько, здесь вот столько, тут еда такая. И вот он, значит, величайшим напряжением, значит, сил перешел на эту диету, контролирует количество там ему, рецепты все эти готовит непривычные, в которых написано, сколько нужно для того, чтобы нормальную порцию получить, то есть не полкило пельмени себе сварить, а адекватную порцию. Вот он на нее перешел, через некоторое время, вот такой красавчик, он такой вот, как хорошо работает эта диета, как замечательно. И начинает с флагом, значит, бегать по стране, по интернету, говорит, типа, ребят, все переходите на это, мне вон как помогло. Говорит, ну, больше, чем половина, наверное, больше, чем на половину человеку помогло то, что он задумался о том, как, о том, что он начал менять питание. Если бы он хотя бы столько же, или хотя бы пол столько же, задумался, в принципе, о своем привычном, заменил там пельмени на что-то еще, сдвинул их по времени, еще, ну, простейшие вещи, которые гораздо проще, чем вот та самая зубограбительная диета. Думаете, ему что, не помогло бы, что ли? Ну, давайте все-таки будем переставать рассматривать диету, как некое экстремальное изменение стиля питания на определенный ограниченный отрезок времени, до того момента, пока я не там получу нужный вес. Да, потому что зачастую именно так и рассматривается диета, да, или, по крайней мере, то, что принято за этим словом подразумевать. И понятно, что люди за вот это, за эту вот диету достигают результата, но они достигли результата, что они делают, диету отменяют, потому что уже незачем, и в этот момент они набирают еще больше, да, в два раза больше, потому что, ну, можно же теперь расслабиться, а теперь за все то время диеты можно радость получить, да, но это тоже такое очень неадекватное отношение. Все-таки диета – это определенный стиль питания, да, то есть это не диета, это не набор там чего-то, это не просто вегетарианство, что у нас стоит, это поддержание, это стиль питания, в принципе. И у каждого она вот такая диета, ну, своя, да, в большинстве своем она культурно определена, да, там на юге, все-таки один стиль питания, на севере там другой стиль питания, в больших городах там свой стиль питания, в деревне, да, или в небольших городках он тоже отличается, но тем не менее, если этот стиль питания позволяет сохранять там стройность, здоровье, принятие себя, да, то есть определенный внешний вид, то все прекрасно с вашей диетой, да, это вот она у вас такая, поэтому действительно важно отследить, что у вас происходит, да, чем вы обычно питаетесь, откорректировать какие-то продукты действительно уменьшить, какие-то добавить. Разделить, наверное, два понятия, давайте просто принципиально отделим, да, стиль питания, который непосредственно связан со стилем жизни, с вот этим самым заданным своим телом желаемым, да, стиль питания, вот стиль питания, это вы можете его настроить и легко поддерживать всегда. Это не является ни подвигом, ничего, это естественное. И отдельно давайте говорить о диетах, о том, что да, может быть, иногда и некоторым людям, ну, прежде чем перейти на стиль питания, может быть, им сначала нужно просто как следует действительно сбросить вес, и там действительно могут быть и экстремальные диеты, и сильное голодание, и что-то еще, но хорошо, вот он подвиг, но после этого давайте это будет дальше естественным поддержанием. Или если работа связана с вот тем самым, там, ну, с красивым телом, да, там, мистер, мисс Олимпия и все такое прочее, да, да, там у них могут быть тоже диеты и программы питания и тренировок, которые, ну, нужны человеку, чтобы подготовиться к конкретному выступлению, к конкретной съемке, к чему-то еще. Те же самые актеры, да, ходила, 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 байка, я не знаю, байка или нет, Валерий, и мы вам тоже машем. Да, интервью, интервью с Вином Дизелем, ну, у него, знаете, есть, ну, две роли, да, Доминик Торетто и Ритик. Так вот, он говорил о том, что перед съемками разных фильмов, он как раз, вот перед съемками Ритика, он именно, что питание и спорт, вот в сторону туда фитнеса двигал, потому что тело должно быть красивым, накаченным, прям спортивным, таким, очень, очень брутальным. А перед съемками Дизеля он, наоборот, чуть-чуть жирочек набирал, чтобы он, ну, чтобы было видно, что он, конечно, здоровый, но он как бы здоровый, он это, не из фитнеса, а здоровый, просто сам по себе здоровый, а так он машинкой занимается. Он вот об этом говорил, причем ему приходилось, как-то, то по этой диете, то по этой диете. Вот это диета. Это то, что действительно вы можете делать вот под задачу. В остальном давайте мы будем говорить про стиль питания, да, про то, что вы построили для себя, вот, придумали для себя тело, построили для него путь, скорректировали естественное питание, чтобы оно оставалось для вас естественным. И тогда поддержание, собственно, стройности будет для вас чем-то очень легким, простым, естественным. А я так живу, а я так ем, а я пью, естественный процесс. Давайте будем честны, что все-таки 90% людей, которые нас окружают, слушателей наших сейчас, действительно есть смысл переходить не на какую-то суровую диету, нет таких задач. Есть смысл поменять стиль питания. Есть смысл просто начать питаться по-другому, естественно и легко, потому что вряд ли там какие-то запредельные веса у кого-то, скорее всего, нужно сбросить, ну сколько, ну 10 кг, ну не знаю, может быть 15, зачастую даже меньше, и вы будете довольны собой. И вот этот вес, он не требует кардинальных вот таких погружений в суровые диеты, которые прям под задачей. вот, но если цель такая есть, то, конечно, вы с профессионалом подбираете, не сами на помидорную или кефирную садитесь, а именно с профессионалом. Да, только огуречная реакция. Да, гречневая, гречневая. Вот, поэтому да, это разные, разные задачи и они тоже имеют место быть, но вы опять же должны помнить о своих целях, что вам нужно и в каких случаях адекватно экстремальную диету включать. А в каких случаях, и, скорее всего, это вот ваш случай, достаточно просто проанализировать, что вы кушаете каждый день, три раза в день или сколько там раз в день, да, в течение недели. Этого достаточно. Что-то уменьшили, что-то добавили и живёте себе спокойно. Вы очень быстро заметите, что вес снижается. Снижается совершенно незаметно, да, вы, в общем-то, стиль жизни можете не менять, да, просто кушайте по-другому, кушайте другие продукты, всё. Ну что ж, все секреты мы раскрыли, тайные знания мы поделились, чего ещё, там, рассказали про техники простые, которые есть, на самом деле, действительно простые. Фишка NLP не в том, что там есть какие-то там супер-супер мега техники, нет, они, конечно, тоже есть. Скорее, наверное, фишка в том, чтобы в правильное место применить правильную технику, она не обязательно будет самая крутая, она не обязательно будет там супер-супер страшной, но просто в правильное место, чтобы мы понимали конкретно, с чем мы работаем, чтобы эти самые привычки поменять легко, легко, быстро просто заменить на другие привычки, которые больше соответствуют нашим целям. Вот, только и всего. Ну что, вопросы по ходу? Да, если есть ещё вопросы, задавайте, мы ответим. Ну, наверное, наверное, как обычно, всё понятно. Всё понятно, да. Ну, это хорошо, это хорошо, запись в любом случае останется, у нас кто-то начинал смотреть и по техническим причинам, да, там кому-то нужно было на работу ответить, всё. Запись останется, смотрите, пишите нам в комментарии, если возникнут вопросы по ходу, тоже пишите, мы либо ответим там вам в комментариях, либо сделаем дополнительный эфир, если это будет интересно большому количеству людей. Так что будем рады. Ну что ж, всем спасибо, всем до новых встреч. NLP TV – самое полезное телевидение в мире. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова